Вези меня сей же час на себе, слышишь? Неси как птица! Куда? Произнес печальный черт. В Петербург. Прямо к царице. Не все гуглевские слова и обороты понятны сегодняшнему зрителю. Надо и детскую аудиторию учесть, и в час выступления уложиться. Поэтому рассказ немного сократили. Но все курьезные повороты сюжета и, главное, красоту языка постарались сохранить. Что сундук мой готов? Будет готов, моя серденька, после праздника будет готов. А как будет расписан? По всему полю будут раскиданы красные синие цветы. Гореть будет так жарко. Вы знаете, я вообще гуглю очень люблю. Это потрясающий писатель. У него удивительное чувство юмора и посочности, красочности языка. Вот такой вкусности. Наверное, ему равных нет, я считаю. Равноправная составляющая выступления – музыкальная. Для «Ночи перед Рождеством» идейный вдохновитель проекта и дирижер Артем Болотов подобрал сочинения римского Корсакова, Хачатуряна, Данкевича, Лядова и других русских композиторов. Но учитывая, что в 21 веке дети, не читающие, к сожалению, дети, которые сидят в интернете, в гаджетах, в паншетах, все-таки родная литература, мировая классика, в случае должна быть узнаваема, знакома для детей. Поэтому, долго думая, пришли к выводу, что надо все-таки сделать нечто подобное с нашим оркестром, в нашем городе. Вот так появился цикл «Классика читаем вместе». В рамках проекта уже прозвучали «Метель Пушкина», «Пергюн», «Генрика Ипсона», «Долгое-долгое детство», «Мустая Карима» в исполнении артистов Ольги Мусиной, Александра Кузьменко, Ильхама Рахимова. Сначала зрители относились к непривычному формату с осторожностью, но постепенно зал стал заполняться. Сейчас появляются новые проблемы, потому что того зрителя, который начал к нам ходить, нам нужно продолжать удивлять. Мы с очень большим интересом наблюдаем за реакцией зрителей, стараемся учитывать пожелания, какие-то тенденции в поиске материала литературного, также и музыкального. После воскресной премьеры произведение остается в программе цикла. По будням частыми гостями бывают школьники. А вот весной проект уже смогут увидеть зрители Уфы. Маргарита Гафарова, Рамзель Мигранов, Россия Культура, Башкортостан.